Господа, сегодня мы узнаем, что находится внутри туфель за 500 долларов. Готовы? Тогда начнем. Знаю, многие из вас сейчас скажут, Антонио, это просто бессмысленная порча дорогой обуви. Хочу признать, это действительно грустный момент. Я много думал на этот чат. Они лежат у меня в офисе больше года, и я снял их в десятки видео. Я ставлю его брата, который продолжит жить и будет появляться в новых видео. И, между прочим, в конце видео я разложу по полочкам каждую часть и расскажу вам, друзья, на что вам необходимо обращать внимание, когда вы собираетесь потратить ваши кровно заработанные денежки на дорогую обувь. Итак, господа, время настало. Вы готовы? Как думаете, что произойдет? Думаете, эти туфли взорвутся? Или думаете, Антонио отрежет себе пальцы? Я почти заплакал. Что ж, господа, да, получился не самый точный разрез, но что поделать? Туфли разрезаны, и теперь мы можем взглянуть, как они сделаны. Давайте взглянем на подошву, на базовый слой туфель. Что я заметил, это цельный, толстый кусок кожи. И это хороший знак. Именно на это стоит обратить внимание. Ближе к пятке, я заметил, что она сделана из раз, два, три, четырех слоев. И последний слой – это резина. Я понимаю, зачем они так сделали. Что мне действительно нравится, это то, как они разместили эти слои. Посмотрите на этот резиновый слой. Он проходит по всей поверхности, а затем они вставили зубец и прикрепили слой кожи. Для чего они так сделали? Потому что если бы они оставили просто резиновую пятку, то она бы могла со временем слететь. Такая техника, более прочная. Итак, идем дальше. Перед нами внутренняя отделка. Мы видим патентованную технологию AceMarks. Они используют тонкий и мягкий материал. Что мы еще видим? Они также используют стержень. Стержень, на случай, если вам интересно, это прослойка между стелькой и подошвой. Он начинается у пятки и заканчивается на половине длины. Он служит для амортизации и восстанавливает форму туфель, когда вы снимаете обувь. Далее у нас идет внутренняя подошва. Сколько тут? Два, два с половиной миллиметра толщина. Очень мягкая на ощупь, с небольшими порами. Думаю, что она помогает впитывать пот. По краям мы видим шов. В данном случае это стежок Блейка. Это когда крепление к подошве сделано изнутри туфель. Это позволяет сделать очень изящный дизайн. Большая часть итальянской обуви и большая часть элегантных туфель, особенно нарядные туфли, используют как раз стежок Блейка. Стежок Гудьер, который скрепляет подошву и верхнюю часть обуви снаружи. Я не буду сейчас углубляться, так как эти туфли сшиты не этим способом. Думаю, мужчина должен сам попробовать оба варианта и принять свое решение. Хорошо, друзья, понравилось это видео? Тогда ставьте лайк. Если вы новичок у нас на канале, тогда подписывайтесь. Если же вы уже с нами, но не получаете уведомления, тогда кликайте на колокольчик. Напоминаю также, друзья, что в описании у меня для вас есть очень много полезных инструментов и информации, которые помогут вам распознать отличные туфли. У меня есть целая электронная книга для вас. Хотите приобрести элитные часы? Я уже позаботился о вас. Можете скачать гид по часам. Потому что, ребята, мы делимся с вами этими инструментами и всей этой информацией, чтобы вы становились лучшей версией себя. На этом все. Берегите себя и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok